Александр Вертинский – певец и актёр, которого до сих пор называют феноменом. Песни Вертинского могут вызывать искренние слёзы и скупую усмешку. Однако равнодушных к его творчеству людей, пожалуй, не найти. И даже несмотря на то, что судьба отнеслась к Александру Николаевичу достаточно сурово, певец не опустил руки и продолжал радовать поклонников своими выступлениями. И сегодняшний выпуск посвящён этому легендарному человеку. Александр Вертинский родился в Киеве 19 марта 1889 года. Отец Николай Петрович подрабатывал журналистикой и являлся частным поверенным. Мать Евгения Скалацкая была из дворянского рода. Неприятность заключалась в том, что родители Вертинского не были женаты, что в то время считалось недопустимым. Законная жена Николая Петровича, зная о романе «Мужа на стороне», тем не менее, не давала согласия на развод. С Евгением Николай Петрович встречался в доме, который снял для возлюбленной. Там родилась первая дочка Надя, там же чуть позже появился на свет и Саша Вертинский. С раннего детства Александру пришлось встретиться с испытаниями судьбы. Евгения Скалацкая умерла, когда сыну исполнилось три года. Спустя два года ушёл из жизни и отец Вертинского. Детей Надежду и Александра забрали на воспитание сёстры Евгении Скалацкой, ненавидящие Вертинского-старшего, за развращение их Женечки. Брат и сестра оказались разлучены, а вскоре Александра потрясло известие о смерти Надежды. Это была ложь, которую придумали тётки Вертинского, чтобы воспрепятствовать общению брата и сестры. О том, что Надежда жива, Александр узнал годами позже. Учился маленький Александр в Александрийской императорской гимназии. Однако вскоре Вертинского отчислили за неподобающее поведение. Дело в том, что мальчик начал воровать. Возможно, Александр подобным образом пытался компенсировать отсутствие родительского внимания, которого так не хватало. Как бы то ни было, заработав репутацию воришки, будущий певец продолжил школьное образование в Киевской классической гимназии номер 4, но и там проучился недолго. Постоянные придирки тётки, неприятности с учёбой. Единственной отдушиной для Александра, помогавшей отвлечься от реальности, стал театр. Уже в то время Вертинский начал выступать в любительских спектаклях. Воровать деньги у тётки Александр не перестал, и та выгнала юношу из дома. Чтобы выжить, Вертинскому пришлось работать и продавцом, и типографским корректором, и даже грузчиком. Казалось, подобная жизнь вскоре пойдёт по наклонной, однако здесь судьба решила улыбнуться Вертинскому. Александр познакомился с Софьей Зелинской, давней подругой матери. В доме Софьи Николаевны Вертинский восполнил пробелы в образовании, познакомился с Марком Шагалом, Казимиром Малевичем, Натаном Альтманом и другими талантливыми людьми. В это же время Вертинский начал подрабатывать в газетах, публикуя собственные рассказы, которые вскоре подарили Александру первую известность. Первые гонорары вселили в молодого человека уверенность в собственных силах и разбудили желание прославиться. В это же время Александр узнал, что сестра Надежда жива и работает в Московском театре. В 1913 году Вертинский в поисках лучшей доли и славы отправился в Москву. Театральная карьера Александра Вертинского началась с маленьких студий и любительских театров. В то время среди молодёжи было модным ставить собственные постановки. Вскоре Вертинского пригласили в театр «Миниатюр», что на Тверской улице. В том же 1913-м Вертинский пробовал поступить в Московский художественный театр Станиславского. Однако великий мастер не принял Александра из-за его дикции. Вертинский нечётко выговаривал букву «Р». Кинокарьеру Александра Вертинского прервала война. Александр Николаевич в конце 1914 года записался санитаром-добровольцем на фронт, где и провёл около года. В январе 1915 года певец и актёр получил ранение и был вынужден возвратиться в Москву. Там Вертинского уже ждала новость о смерти сестры, которую Александр считал самым близким человеком. Есть информация, что девушка умерла из-за передозировки наркотиками. После возвращения Вертинский продолжил сниматься в кино и играть в театре Арцебашевой. Тогда-то и появился легендарный образ Пьеро. Миниатюры и песенки Пьеро, романсы «Я сегодня смеюсь над собой», «Панихида хрустальная», «Кокаинетка», «Жёлтый ангел» подарили Александру Николаевичу огромное количество поклонников. Даже строгие критики отзывались неизменно положительно о выступлениях Вертинского. Причина такой популярности – искренность автора. Вертинский не боялся говорить и петь о том, что беспокоило каждого человека. Вопросы жизни и смерти, безответная любовь, духовный и культурный кризис общества – эти проблемы нашли отражение в песнях Вертинского. Откровенность текстов подарила Вертинскому не только преданных поклонников. Певцом заинтересовалась так называемая «чрезвычайная комиссия», представители которой прозрачно намекнули Александру Николаевичу, что стоит быть осторожнее в творчестве. Есть мнение, что именно постоянное внимание цензоров толкнуло Вертинского на эмиграцию. Как бы то ни было, в конце 1917 года Вертинский отправился в большой гастрольный тур, продлившийся два года. Артист посетил множество городов, а затем, купив греческий паспорт, покинул страну и уехал сначала в Румынию, а затем в Польшу. В последующие годы домом для Александра Николаевича становились Париж, Берлин, даже Палестина. И везде Вертинский продолжал собирать полные залы. Поклонников таланта Александра можно было встретить в любом городе мира. В 1934-м Вертинский приехал в Америку, первый же концерт в заокеанской стране собрал под одной крышей весь цвет русскоязычной эмиграции, соскучившейся по родной речи. Спустя год Вертинский уехал в Шанхай и даже там встретил огромное количество поклонников. На родину Александр Николаевич вернулся только в 1943 году. Первый брак Александра Вертинского продержался 7 лет. Избранницей певца стала еврейская красавица Рахиль Раиса Потоцкая, после замужества сменившая имя и ставшая Иреной Вертидис. С девушкой Вертинский познакомился в Польше. Более удачная личная жизнь Вертинского сложилась только спустя 19 лет. Будучи в Шанхае, Александр Николаевич познакомился с очаровательной Лидией Цергвавой. Девушка была моложе Вертинского на 34 года, однако этот факт не помешал влюбленным. В 1942 году Вертинский женился на Лидии. Вскоре жена подарила Вертинскому дочку Марианну, а затем спустя год вторую дочь, которую назвали Анастасией. Обе девочки унаследовали талант и артистизм отца, став впоследствии известными актрисами. И даже дочь Марианы Дарья Вертинская, Хмельницкая, удачно начала актерскую карьеру, от которой, к сожалению, через некоторое время отказалась. После возвращения в Москву Вертинскому приходилось постоянно сниматься в фильмах и гастролировать, чтобы прокормить семью. Поклонники, как оказалось, не забыли кумира, однако, несмотря на популярность, в последние годы жизни актер терзался из-за происходящего в стране. В 1956 году Александр Николаевич написал жене «Я перебрал сегодня в уме всех своих знакомых и друзей и понял, что никаких друзей у меня здесь нет. Каждый ходит со своей авоськой и хватает в нее все, что ему нужно, плюя на остальных. И вся психология у него авосичная. А ты хоть сдохни, ему наплевать». Последний концерт Вертинский дал в день собственной смерти. Вечером 21 мая 1957 года актеру стало плохо. Спустя пару часов Вертинский ушел из жизни. Причиной смерти врачи объявили острую сердечную недостаточность. Возраст и переживания сделали свое дело. Могила Вертинского находится на Новодевичьем кладбище, что в Москве. Долгожданная премьера мини-сериала была анонсирована только в 2021 году. Главную роль певца и композитора сыграл Алексей Филимонов. Актриса Веру Холодную, которой Вертинский посвятил своей первой композиции, исполнила Паулина Андреева. Также в каст попали Анна Виллер, Анастасия Немец, Юлия Марченко и другие. На этом все, друзья. Надеемся, выпуск вам понравился, и вы узнали много интересной информации о великом актере и музыканте. Не забудьте посмотреть другие выпуски на канале, а мы скоро вернемся с новыми выпусками. До встречи и пока!